Сегодня я хочу рассказать о эволюции русской печи. Все знают, что такое русская печь, как она действует, все ее достоинства и недостатки. Итак, начнем с того, что впервые человек начал готовить пищу на костере. Обыкновенный костер, дрова горят, костер горит. Поначалу человек просто подставлял костру какие-то чашки, крынки и прочее, чтобы вода наливалась. Потом, когда заметил, что вода хорошо нагревается, он стал это все ставить уже на костер, то есть сверху. Естественно, закипать стало все, вариться стало намного быстрее. В это же время человек заметил, что если рядом стенка, то от стенки идет тепло. Нагрева и курит еще быстрее. В результате что получилось? А в результате получилась такая штука. Человек создал некий тоннель, скажем так, и в нем стал разводить костер. То есть что получается? От этого костра идет отлучение в разные стороны. Нагревается. Соответственно, костер убирается. И после этого уже от стенок идет тепло. И вот в эту пространство стали помещать посуду с едой. Вот так, в общем-то, и возникла русская печь. Что же собой представляет непосредственно русская печь? Русская печь представляет из себя в камерах шесток горнила. Ну и здесь уже идет труба. Очень хорошее, удобное, скажем так, приспособление для готовки пищи и обогрева. Но, в чем недостаток был русской печи? А недостаток русской печи был в том, что грелась только вот эта часть, вот эта. И, если взять дом, если взять дом и взять печь, вот стоит печь наша, грубо, то грелась только, грелась только вот эта часть. Почему спали на палатах? Почему спали на печи? Почему делали палатах? Потому что здесь была температура 18-20 градусов, а вот здесь была температура 5-10 градусов. И люди ходили здесь в маминках, здесь в раздеваниях, когда спали. И человек вообще-то задумался, как бы все-таки печь сделать более эффективной. И для русской печи стали предполагать различные условия. Ну, я как бы в раздевании себя сделаю. Первое. Вот она, русская печь. Вот она, русская печь. Вот она, гнило идет. Первое, что ты говоришь. Здесь горит, горят дрова. Вот здесь горят дрова. Решили сделать продольный, дополнительно пробев продольный. То бишь сделали хода вот таким вот образом. Дым из русской печи, если это сделать в разрезе. Вот она, сама русская печь. Вот шесток. Огонь поступает не сюда сразу, здесь клюшка закрыта. А проходит вот таким вот образом. Вот так. И уходит вот туда в трубу. То бишь идет сюда, поступает. Выходит отсюда. И уходит уже в трубу. Чего этим достигли? Стало прогреваться больше двер печи. Боковая часть не стала прогреваться. И немножко стала прогреваться нижняя часть печи. То есть, немножко увеличили прогреть печи. Появился еще один вариант. То бишь, вот она, русская печь. Вот она, горнила. Здесь также горит огонь. Но огонь этот уже не вот таким образом, а в круговую. Вот так. Как бы по спирали. И уходит опять же в трубу. И опять же, ну, смысл достигается. Тот же самый. Идет прогрев. Но дело в том, что и в этом и в этом случае не хватало тяги. Поэтому, человек додумался еще до одного варианта. Еще до одного варианта. И так. Вот она, печь. Шесток. Сама русская печь. Что он сделал? Он к печи пристроил щиток. Пристроил щиток во всю русскую печь. И оттуда попадает щиток и пошло вниз, вверх, вниз, вверх и на выход. То есть, получилась как бы система оборотов, дымооборотов. Но, в связи с тем, что здесь и здесь давление разное, не хватало, чтобы продавить. Да. Вот в этом месте, вот в этом месте, вернее, вот так вот. Вот так вот. Ставили, летим за движку, чтобы дым шел напрямую. Но, тем не менее, не хватало продавить. И от этого я и додумался. Вот в этом, вот здесь вот, вот здесь, он сделал топливник. Сделал топливник. Поставил плиту. Поставил плиту. И, непосредственно, из плиты горячие газы стали поступать уже вот туда. В этот щиток. То есть, обогреть печей стал намного больше. Если посмотреть сверху. На эту дошел. То получилась вот такая вот штука. Скажем, отсюда идет топливник. Вот здесь вот сама русская печь. А вот здесь вот система дымооборотов. И получается, что, когда надо нагреть дом, топят и русскую печь. Нагревается, скажем, эта сторона, эта сторона. И топят подтопок. Потому что печь с плитой стали называть русская печь подтопком. Топят подтопок и нагревается еще щиток. Ах, ах, ах! Топят подтопок и нагревается. Продолжение следует...